Стратегия вымогательства. Московский Тверской суд сегодня арестовал двоих высокопоставленных сотрудников негосударственного пенсионного фонда «Стратегия». Всего по делу проходят 14 работников. Они задержаны. По версии следствия, вымогали они акции у других акционеров фонда. В деталях этого запутанного дела разбиралась наш корреспондент Анастасия Цепиёвна. Настя, мы тебя приветствуем. Ну, итак, арестовали троих подозреваемых в вымогательстве, а их всего 14. Где остальные? Здравствуй, Кадрияна. История пока действительно запутанная. Да, правильно, задержали уже 14 человек, однако сегодня в Тверском суде арестовывают восьмерых. Это и сотрудники компаний, такие как юристы, нотариусы, также среди них есть и акционер стратегии. Ну и, конечно, люди, которые прямого отношения к фонду не имеют, их привлекали для осуществления как раз-таки вот этого вымогательства. Ну вот, в частности, например, для Александра Белоокова суд сегодня уже вынес меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 16 суток. Защита, конечно, настаивала на домашнем аресте или залоге, однако доводы следствия оказались убедительнее. Дело в том, что еще не все фигуранты этого дела задержаны, не все допрошены, и поэтому нет здесь иной меры пресечения возможной, кроме заключения под стражу. В Белоокове подозревается в совершении преступления, относящихся к категории особо тяжких, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Следствие полагает, что на начальной стадии расследования... Следующим, если можно так сказать, был Андрей Куликов. Так вот, его следователи называют одним из главных фигурантов этого дела. Дело в том, что он входил в состав Совета директоров, и вот как раз-таки Андрей и подозревается в том, что вымогал акции у партнеров и привлекал для этого посторонних людей для того, чтобы осуществлять эти махинации. Однако сам Андрей Куликов с самого начала процесса настаивал на том, что все это дело фальсификация, на нем вины нет, да и вообще всех задержанных он впервые увидел в автозаке, то есть уже после задержания. А до этого никаких контактов он с ними не поддерживал. Однако и здесь суд не сделал исключения и вынес ту же самую меру пресечения, заключения под стражу до 16 мая. Вообще стратегия это не государственный пенсионный фонд, у него порядка 150 тысяч клиентов. Так вот, его руководство подозревается в том, что они вымогали друг у друга акции, занимались такими махинациями. И вот в это время дела, конечно, у фонда ухудшились, и Центробанк 16 марта отозвал у этого пенсионного фонда лицензию. Уже после этого было возбуждено уголовное дело по 163 статье, это вымогательство в особо крупном размере, и были проведены сразу в нескольких квартирах обыски. И фигуранты этого дела, конечно, были задержаны, причем проходило задержание довольно в такой жесткой форме с участием СОБРа. Ну и уже после этого все были доставлены сюда, а часть из них в Тверской суд, и вот до сих пор для них выносят меру пресечения. Кадрия. Спасибо тебе большое. На прямой связи со студией была наша корреспондент Анастасия Цепиева с очень запутанным делом, за которым мы продолжаем следить.